итак что же у меня в рюкзаке у меня в рюкзаке различные капканы это раз они необходимы чтобы заменить либо поставить новые капканы если я увижу след зверя еще приманка в таких вот банках банки в мешочке без приманки как также птички которые попадают в капканы я их тоже даже кладу в мешочек с приманками дальше всевозможные ароматические приманки которыми я подманива зверя издалека они у меня идут в такой вот банке герметичной чтобы не воняли вот после какими попользуюсь да чтобы мир ими пользоваться конечно же я использую перчатки обязательно то есть обязательно перчатки использую после того как я попользовался приманками я вытираю руки о полотенце тоже с собой беру это вещь очень необходимая поверьте в одном из видео я могу показать как при помощи вот этих шаль шайб и саморезов можно крепить петли капканы на петли вот такие вот петли можно крепить к дереву там вот обычные саморезы гвозди чтобы а че прикрепить к дереву тоненькая проволочка для того чтобы подвесить визуальную приманку обязательно беру с собой блокнот записать какие-то идеи наблюдения вот для работы с проволокой плоскогубцы для работы с саморезами у меня отвертка есть также у меня есть вот такая проволока и мой обязательный напарник это мой нож нож из мягкой стали я люблю ножи из мягкой стали их легко заточить даже об любой камень достаточно гальку взять какую-нибудь гладенькую вот в принципе это весь основной мой набор капканы который помещается у меня в 30 литровый рюкзак еще я беру с собой термос обязательно согреть душу или и подстилку под попу поджопник так называемый вот это весь основной набор тех вещей кроме конечно съемочного оборудования вот это основной набор если у вас будут какие-то вопросы по по любому из составляющих этого набора предлагаю обсудить в комментариях ниже поделитесь что у вас еще может быть есть что-то у меня может быть лишнее на ваш взгляд может быть чего-то не хватает в общем мне интересны ваши ваши комментарии по этому поводу я с вами поделился своим опытом так сказать вытряхнул свои карманы хотел бы посмотреть что в ваших карманах лежит ну или по крайней мере расскажите что лежит у вас в карманах такого чего нет у меня мне это очень интересно вот еще хотел один момент показать капканы у меня в рюкзаке лежат вот в таком ведре пластиковым в 5-литровом входит несколько капканов в данном случае здесь лежит 6 капканов 3 следовых и 2 проходных капканов вот это рюкзак у меня 30 литровый такой простенький рюкзак и поджопник вот еще три вещи ведро я ставлю в рюкзак для того чтобы капканы не портили рюкзак ведро но как бы создает жесткость и является резервуаром для железных частей которые могут повредить мне рюкзак сейчас я все соберу рюкзак и покажу еще рюкзак в собранном виде вот собственно сам рюкзак здесь инородная только штатив вот слева черный футляр вот остальное это в принципе все что я каждый раз собой ношу на охоту 30 литровый рюкзак небольшой вот есть мне еще и большой рюкзак и очень маленький рюкзак вот но на капканную охоту я хожу с таким рюкзаком он мне удобен вес такого рюкзака при максимальной загрузке капканами штативом термосом получается где-то килограмм пять не больше шести килограмм я такой рюкзак легко несу спина моя сильно не страдает я могу ходить с ним далеко на многие километры спинка у него достаточно мягкая лямки широкие подвес подвесная система очень удобная сегодня снова снова с вами был чигравый я сегодня перед вами вывернул свои карманы и показал что у меня находится в моем рюкзаке что я наношу нас с собой на охоту на трапперскую что я вам не показал я не показал вам кучу мешков которые я с собой таскаю я не показал вам охотничий билет который оставил дома сегодня пошел на съемку поэтому не взял в принципе на показал вам все остальное туалетную бумагу не показал и не покажу с вами был чигравый жду от вас комментарии реакцию порекомендуйте это видео своим друзьям возможно им тоже будет интересно подписывайтесь на мой канал ждите новые интересные видео и сегодня кстати я снимал камерой которую мне дали поснимать мои друзья попробовать и вы можете оценить как могут выглядеть мои видео в каком качестве когда я приобрету себе камеру более-менее хорошую всем пока-пока